По милости Божьей мы еще не исчезли с вами, и милость Его обновилась и в это утро, и в этот день, друзья, и мы это с вами видим в нашей жизни. И Иисус Христос – это тот, кто за нас умер и воскрес, и когда мы, как Слово Божие говорит, надо припоисцать через лума. То есть очень важно, чтобы мы сейчас с вами думали о правильных вещах, думали о том, о чем надо думать, потому что мы все желаем с вами получить благословение. И вот Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, Он, вот это все время, и Он и пришел ради того, чтобы взять этот крест и принести его до самого конца. Вот крест, который Ему надо было понести. И это было тяжело и нелегко Ему. И вначале этот был крест незримый, Он как бы его физически не нес, но Он нес его и духовно, и где-то и физически, когда шел по этой земле. Но пришло время, когда Ему надо было взять этот крест и уже занести его на Голгофу. И мы с вами видим, когда читаем, что Ему было сложно и тяжело, потому что Его избили, и Он был и униженный, и избит очень сильно был, и оплеванный. И Он взял этот крест, и у Него даже сил не было Его нести, уже физически этот крест не было сил нести. И вот нам очень важно с вами смотреть на Его страдания, смотреть на Его муки, смотреть на Его победу, друзья. Потому что Слово Божие, оно прямо говорит. Я зачитаю первое послание к Коринфянам, это первая глава, я буду читать с 18 стиха. Первое Коринфянам, с 18 стиха, первая глава. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу, юродством проповеди, спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа – Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. И мы с вами видим, что на примере, на вот этом примере, как бы, Бог, Он открывает нам. Что были народы, которые ходили вокруг, там, Иисуса Христа, были язычники. И написано, что, вот тут как бы про еленов написано, да, что они ищут мудрости. Это люди, которые искали мудрости, которые, помните, когда Павел Вафинов оказался, там были эти жертвенники, там, богам разнообразным, там, и там были эти стоические философы, там, то есть мудрецы, которые искали какой-то мудрости, которые верили в какой-то пантеон богов, которые находились где-то там наверху, там, Зевс, Посейдон, там, еще какие-то там боги. И они в них верили. И для них это было какое-то вот такое великое и большое какое-то дело какое-то. Они верили в то. И им было, как бы, сложно поверить в то, что какой-то иудей, там, умерший, распятый, что он может быть Богом, и написано, что и иудеи требуют чудес, им все нужны были какие-то знаки, какие-то знамения. Они, читая Ветхий Завет, они находили там то, что когда Мессия придет, это будет чудное время для народа Божьего, для евреев. Это будет время, когда там все, которые вот такого на них там были, они все будут свергнуты, что Мессия, он много чудес им там явит, да, что они будут самым великим народом, и они этого всего искали, они требовали этого. Но мы с вами видим, что Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он пришел как человек, как человек, Он пришел как Сын Божий в то же время, Он пришел как человек, которого избили, на котором надругались, который не имел ни вида, ни величия. И для людей, которые окружали Иисуса Христа, и которые в Него не верили, это было безумие. Так Слово Божие говорит, это было юродство, как написано, да, юродство, то есть глупость. Они этого не принимали, друзья. Но мы с вами, как Слово Божие говорит, а для нас спасаемых, вот Слово о Кресте, оно есть сила Божия. Я думаю, мы все сегодня нуждаемся и в этой силе Божией. Так вот, Сила Божия – это Слово о Кресте, о жившем, о умершем и о распятом нашем Господе. И дальше написано там, что они будут читать, что кого Бог избрал. Вот не этих мудрецов, которые там елены были, очень мудрые такие были они. Он не их избрал. И, может быть, не евреев, которые там тоже очень хорошо знали Слово Бога. Они знали все, где запятые ставить, где точки ставить, где какое слово. Они все это знали. Написано там, да, что где мудрец? Где мудрец? Вопрос задается. Где книжник еврейский? Где совопросник? То есть тут-то и следует, вот, совопросник века сего. Где они все? Но написано, что Бог обратил мудрость этого мира в безумие, друзья, безумие. Поэтому столько много людей, они сегодня не знают Бога. Они мудрые. Они в глазах мира этого мудрые. Но дальше написано, что Бог избрал немощное миро. Немощное. Вот. Он избрал, написано, незнатное, уничиженное, немудрое, друзья. Не в этой человеческой мудрости спасение. Не в каких-то там логических измышлениях спасение. Мы не можем достигнуть этого спасения только логикой какой-то. Нет. Где есть вера, там не должно быть логики. Там должна быть вера. Поверить в то, что Христос сделал. То, что Он умер на этом кресте. Что Он этот крест пронес до самого конца, друзья. И этот крест, Он и нам с вами тоже дал. Каждому свой понести до конца, друзья. И нам сегодня нужна эта милость от Господа. Нужна эта благодать. Чтобы нам нести этот крест, друзья. Каждому свой. Какой он у него. Со всеми обстоятельствами. Со всеми трудностями. Со всеми болезнями. Может, со всеми там скорбями, друзья. Вот это есть наш крест. И нам надо его нести. Но без Бога, без Его силы, без Его милости, без Его благодати это невозможно. Поэтому написано, что Слово о кресте для нас спасаемых – сила Божия. Поэтому почаще вспоминать о Господе. Смотреть на Него, друзья. В этом есть наша сила. Поэтому давайте мы сейчас Его прославим в начале этого служения. Мы прославим Его за то, что Он это сделал. Ради нас, каждого из нас. Мы немощные, слабые, может быть, немудрые. Но Он ради нас это сделал. Ради каждого. И вот нам важно почаще на Него смотреть. На Голгофу. На раны Иисуса. На Его крест, друзья. На Его победу. Туда смотреть. Смотреть. Потому что там наша сила. Там наша помощь. Там наше спасение, друзья. Склонимся пред Ним и прославим Его. У человека есть жена. Он недоволен ей. Ему как будто бы нужна получше, поумней. Но если Бога нет внутри, и в сердце пустота, Хоть всех вокруг перебери. Не та, не та, не та. У человека есть страна. Он недоволен ей. Ему как будто бы нужна получше, посильней. Но если Бога нет внутри, и в сердце пустота, Все страны мира обойди. Не та, не та, не та. У человека есть судьба. Он недоволен ей. Потери и за жизнь борьба. Не все, как у людей. Но если Бога нет внутри, и в сердце пустота, Все судьбы мира рассмотри. Не та, не та, не та. Но если Божьи семена взошли и расцвели, По нраву жизнь, друзья, страна и все края земли, И прекращается борьба. Хоть сотни лет живи. Не воспрепятствуй судьба течению любви. Когда беда в моей стучится от двери, Печаль и боль, как горы предо мной, Я жду Христа в тиши, твердо верю, Что Он придет и даст душе покой. Мне крылья даны, чуя над землею, Меня подняв стою я на скале, И я силен в Твоих руках могучий, И все смогу я только лишь Тебе. Вся наша жизнь тревоги и волненья, Сердца людей объяты суетой, Но лишь Тебе найду я утешенье, И ничего не убою с Тобой. Мне крылья даны, чуя над землею, Меня подняв стою я на скале, И я силен в Твоих руках могучий, И все смогу я только лишь Тебе. Меня подняв, чтоб на горах подставить, Меня подняв, чтоб по волнам шагать, Ты силу дал, чтоб все грехи оставить, И мне помочь я сам не мог бы встать. И мне помочь я сам не мог бы встать. С каждым днем мы немножко стареем, Жизнь земная, как тонкая нить, Все другое ценить мы умеем, Только время не можем ценить. Сколько времени канула вечность, Но попробуй минуту вернуть, Как опасны безделье и беспечность, И пустая словесная муть. Как жаль, а время ушло, как жаль, А время не ждет, суету ты отброси Сомнения посветить свое время Христу. Как жаль, а время ушло, как жаль, А время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. Пролетели и тридцать, и сорок неспокойных бесцельных годов. Смерть не терпит пустых отговоров и сухих извинительных слов. Все мы ищем земного уюта для домов утрамбованный грудь. И забыли, что ценность минуты, драгоценные капли секунд. Как жаль, а время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. Как жаль, а время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. А время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. Как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. Как жаль, а время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. Как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. Как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. Как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. Как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомненья, посвяти свое время кресту. ПЕСНЯ 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 На все времена, Щепы рукою Всевышнего Нам вера дана. Слово Твое Это правильные истины рассыпи, Мудрость и свет Непрестанно мы черпаем нем. Верим, что Ты ожидаешь Искупленных вечности, Верим, что Та Ты в маженство и мир оклетел. Верую, 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 верую На все времена, Людям дарова нам Вечная надежда одна. Верую, 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 верую На все времена, Щепы рукою Всевышнего Нам вера дана. Верую, 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 верую. Давайте еще раз скажем славу нашему Господу За этот чудесный дар, веру, которую нам подарил наш Господь. Мы понимаем, что благодаря этой вере мы можем наследовать спасение. И если бы мы не имели веры, да, то у нас не было бы никаких шансов на то, чтобы предстать пред Господом однажды, да, чистыми, невидными. Потому что ни один человек не может достичь вот этой чистоты, которая была только во Христе. И мы понимаем с вами, что благодаря жертве и крови Господа нашего Иисуса Христа, тому, что мы однажды повстречались с Ним, покаялись в своих грехах, теперь мы можем иметь это спасение. За это слава нашему Господу. И хотел бы зачитать, прежде чем поделиться некоторыми размышлениями, хотел бы зачитать из книги-притчей, 3 главы, 7 стих. Книга-притчей, 3 глава, 7 стих. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не будь мудрецом в глазах твоих. В другом месте, в книге пророка Исаии, в 5 главе, написано также о тех людях, которые считают себя мудрецами в своих глазах. Книга Исаии, 5 глава, 21 стих. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе таким людям. И интересно, что Библия отмечает особый род мудрости, которая, ну так скажем, свойственна некоторым людям. И эта мудрость, она не совсем является мудростью. Вернее сказать, если посмотреть со стороны, она вообще не является мудростью. Но для людей, которые ею обладают, им кажется, что они действительно мудры в своих глазах. И на первый взгляд может показаться, что речь идет о каких-то, знаете, таких высокомерных людях, гордых людях, то есть которых можно сразу отличить, что это вот я такой и так далее. Но мы с вами понимаем, что, в общем-то, каждый из нас склонен в определенных обстоятельствах проявлять вот это качество якобы мудрости и казаться самому себе мудрым. Приведу пару примеров. Один пример, я помню, был связан со служением. Я тогда еще был в подростковом служении. И нам раздали местописание выучить. Задача была такая, что на служение вышли, по очереди эти местописание рассказали, потом спели псалом. Ну и как бы для общего назидания. Я на тот момент очень хорошо, хорошая у меня память была, у меня хорошо получалось запоминать стихи. И я выучил те местописания, которые мне были даны. И когда я вышел сюда на сцену, дошла до меня очередь. И я, знаете, я такой думаю, ну сейчас я расскажу с выражением все. Открываю рот, говорю пару фраз и все. И меня замыкает. Я просто понимаю, что я не помню, что там дальше. И эта пауза тянется. Я понимаю, что нужно как-то выкручиваться из ситуации. Но я ничего умнее не придумал. Я просто сказал Аллилуйя. Все, и мы начали петь псалом. Но ситуация была такая. Я, получается, надеялся на себя, на свою мудрость, на какую-то силу, да, разума. И был посрамлен. И другая ситуация была. Это мы уже были помолвлены с Валей, готовились к свадьбе. И я могу сказать, что я ни одно мероприятие в своей жизни не продумывал так досконально, как свою свадьбу. У нас за месяц до того, как была назначена церемония здесь в церкви, да, еще за месяц до этого были распределены все обязанности. Мы посчитали весь бюджет. Мы расписали все задачи. Мы распланировали, кто за что будет отвечать. Все. Мы, конечно, продолжали молиться, чтобы Бог благословил нашу свадьбу. Но по факту мы все равно понимали, что, ну вот, мы все организовали. И в какой-то момент мы оба заболели коронавирусом. И получилось так, что дважды пришлось переносить дату свадьбы. Понятно, что мы боялись в тот момент заразить кого-то еще, потому что тогда были очень жесткие ограничения. И мы не могли позвать много народу на брак. Нам пришлось в последний момент менять количество гостей, менять список приглашенных. Только родственники и те, кто уже переболел. И среди прочего, среди прочего, также и пришлось программу переписывать несколько раз. Последний момент. Почему? Потому что понадеялись на свои силы, а не на Господа. И почему-то для Господа очень важно, чтобы мы в обстоятельствах надеялись именно на Него, а не на какие-то свои способности, свою мудрость и так далее. И кто обращал внимание на такие моменты в своей жизни, тот скажет, что как правило, даже не как правило, в большинстве, ну, прям сто процентов случаев, да, когда мы уповаем на себя, это заканчивается либо ничем, либо полным провалом. И все-таки хотелось бы выяснить, да, во-первых, как же выглядит настоящая мудрость, которая от Бога, и второе, где же эту мудрость достать, чтобы вот этих ситуаций, в которых ничего у нас не получилось, их не было. И я зачитаю из послания Иакова 3 глава 17 стих. Здесь речь идет о том, какая мудрость должна быть, да, то есть как выглядит настоящая мудрость. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Нелицемерна. И вот здесь интересный момент указан, что мудрость, сходящая свыше. То есть эта мудрость должна прийти откуда-то свыше. И, конечно же, источником настоящей мудрости являемся не мы, не наши знания, не наши способности, но источником мудрости является Господь. И когда я дома читал это местописание, знаете, обратил внимание на очень интересный момент. Смотрите, попробуйте представить какого-нибудь, ну, личность, да, и попробовать на нее спроецировать вот эти качества. Вот кто приходит в голову первым, да? Вот если я начну перечислять, что этот человек, да, он чистый, мирный, скромный, послушливый, полный милосердия и добрых плодов. Беспристрастный и нелицемерный. Я думаю, все, кто здесь присутствует, согласятся, что очень похоже на описание Христа. Вот то, как он жил, то, как он поступал в мире, да, очень похоже. Чист, мирен, скромен, послушав своему отцу, да, полный милосердия, добрых плодов, беспристрастен и нелицемерен. То есть это Христос. Получается, что вот эти качества, да, которые свойственны мудрости и перечислены здесь, они свойственны Христу. И я также нашел одно интересное место. Оно тоже содержится в Ветхом Завете. Тоже книга притчей. Восьмая глава. Восьмая глава. Двадцать второго стиха. Здесь речь идет от лица мудрости. Просто смотрите, какой интересный момент. Восьмая глава с двадцать второго стиха. Мудрость говорит. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я была помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Кто читал Новый Завет? На описание кого это похоже? На описание Иисуса Христа. То есть смотрите, Библия нам показывает, что Господь наш Иисус Христос не просто является источником мудрости. Он сам есть мудрость. И вот Христос, это и есть этот эталон мудрости, на который, равняясь, можно быть мудрыми. И вот я хотел бы несколько пунктов так обозначить, как можно, вернее, как достичь этой мудрости. И первый пункт, он непосредственно связан с именем Иисуса Христа. И об этом пункте, об этом источнике мудрости, где ее получить. Сам Христос говорит в Евангелии от Матфея, в 11 главе, 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос говорит, да, если вы, да, труждаетесь, обременены, приходите ко мне, я успокою вас. И далее написано, что научитесь от меня, да, то есть Христос призывает к тому, чтобы учиться от Него, вот этой мудрости, которую Он имел, живя на земле. Ну и, конечно, да, возникает вопрос, как учиться у Христа. И я думаю, что, конечно же, самый простой способ брать пример с Христа, это вникать в Евангелие, в то, как Христос поступал. Я просто, знаете, такой небольшой пример, штришок приведу, я думаю, Он актуальный, и каждый сталкивался с этим. Вы замечали, да, когда читали Евангелие, когда Христос уделял время для того, чтобы общаться со Своим Отцом Небесным? Обращали внимание? Ночью, ночью. Интересно, что днем времени не было вообще. Он уделял время ночью. Я понимаю, и я для себя, ну, просто вижу, что я не был бы способен, знаете, вот с вечера до утра промолиться, да, и потом пойти жить день. Но здесь я думаю, что важно обратить внимание на другое. Христос уделял время для того, чтобы пообщаться со Своим Отцом. И самое логичное, очевидное время это было, тогда, когда остальные спят. Почему? Потому что нету суеты, нету повседневных дел, нету ничего такого, что могло бы отвлечь. Есть только Ты и Господь. Я очень часто замечал, знаете, что если ты утром не встал пораньше, не помолился, да, и потом понадеялся на то, что ты в течение дня эту молитву совершишь, то даже если ты ее совершишь потом, бывает очень сложно. Столько сил надо присложить, просто перебороть вот эту суету, потому что день начался, меховик закрутился в голове, все тебе надо делать, 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 и очень сложно как-то, знаете, выкрыть. И вот когда ты посвящаешь время, тогда, когда уже успокоился от дел, да, или в начале дня, когда еще не начались дела, тогда Бог благословляет этот день, и ты видишь, что день проходит по-другому. Вы знаете, я из своей жизни приведу пример. Не всегда так все гладко, знаете, проснулся утром, помолился, Бог так бильно благодать излил. Как правило, это не так. И у меня очень часто бывает, что утром все равно ты не выспался, все равно это рано, и ты борешься с собой, бывает засыпаешь, потом снова просыпаешься, встаешь с колен, думаешь, может быть, стоя, пытаешься стоя молиться, но ты ищешь. И, знаете, я обращал внимание, что бывает так, что вроде и молитвы, но не достиг ничего. Вот кажется, ну ничего не достиг в молитве утром. А день прошел, и ты видишь, что Бог мудрости давал в течение дня, Бог показывал какие-то моменты, Бог силы давал, чтобы поступать так, как Он поступал. И вот этот вот момент, который казался вроде недостигнутым, Он тебя через этот день провел. Слава нашему Господу. Первый момент, да, о котором я говорил, это учиться у Христа. Я уже сказал, через слово, и, конечно же, в молитве. И, знаете, тоже на такой практический момент хотел бы обратить внимание. Он также написан в послании Иакова. Очень простой момент, но он очень действенный. В первой главе описано, в первой главе с пятого стиха. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою немало, не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. То есть, очень просто Библия говорит. Нужна мудрость. Проси мудрости. Проси. Бог дает просто и без упреков. Я помню, ситуация была. Братский совет идет. Я уже не помню, какой вопрос обсуждался. И обсуждение зашло в тупик. Просто в какой-то момент раз, пауза. И не знает никто, ну, что сказать. И я, ну, я не скажу, что у меня всегда так бывает. Просто как-то Бог дал. Я внутренне помолился Господи. А правда, как решить ситуацию? И приходит очень простой ответ. Вот так вот и вот так вот. Я озвучиваю. А реально решение максимально простое было. Я озвучиваю его. И братья говорят, точно так и поступим. Все, следующий вопрос. И это действительно просто нет такого, что, знаете, у меня всегда так. Помолился, Бог ответил. Но в тот момент Бог показал, что важно просить мудрости, чтобы Он эту мудрость давал. Слава нашему Господу. Следующий пункт, который я хотел бы обратить внимание, описан в книге притчей. Тоже простой достаточно момент. Простой достаточно момент. Притчи, 13 глава, 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. И здесь очень простой также дан совет. Что нужно делать, чтобы была мудрость? Нужно советоваться. И почему это важно? Дело в том, что мы все равно ограничены в своем разуме, в своем понимании, в своих знаниях. И даже вообще не с Господом нашим мы ограничены. То есть есть наше восприятие Бога, такое, ну, может быть, какое-то даже искаженное восприятие, да, и все равно есть церковь, которую создал Господь. И Бог поместил нас в эту церковь, чтобы мы взаимодействовали. Вот кажется, да, что до этого я говорил, что сам Христос является мудростью, и вроде как у Господа надо мудрость брать, да, казалось бы, при чем здесь церковь, но церковь является телом нашего Господа Иисуса Христа. И церковь создал Господь для того, чтобы мы научались в церкви. И если мы в чем-то, да, имеем вопрос какой-то, чтобы мы не пытались его решить один на один с Богом, понятно, что это важно, но чтобы мы могли взаимодействовать, спрашивать опыта, возможно, задавать вопросы братьям. И для меня хорошим примером является в этом плане апостол Павел. Мы помним, что ему Христос явился на дороге и сам открылся, сам показал, как он будет служить, как пострадает много за Христа. И в послании к Оринфянам Павел сам пишет, что сам Господь его научил тому, ну, как проводить вечерю. Ну, представьте себе, просто по пунктам, можно сказать, открыл. Ну, как я понимаю, может быть, я неправильно читаю, да, но я вижу, что так. И вдруг этот человек говорит, что я ходил советоваться, да, ну, не напрасно ли я подвязаюсь, и вообще сверял свое благовестие с апостолами. Ну, казалось бы, тебе Бог открылся, зачем ты идешь и сверяешь? А очень просто, чтобы ему, своим разумом, да, своим познанием, ему куда-то не уклониться. И люди, они подвержены эмоциям, они подвержены какому-то влиянию информации. И бывает так, что кажется, что ты принял, да, какую-то истину, и тебе кажется, ну, действительно, так оно и есть. Ну, ты посоветуйся, прежде чем реализовывать это в своей жизни, посоветуйся с другими, с тем, кто опытнее. Спроси, может быть, ты не первый, кому эта в голову идея пришла, может, были и до тебя, чем это все кончилось. Вот помоги Господь, знаете, чтобы нам в этом иметь мудрость, чтобы нам советоваться и приобретать мудрость в взаимоотношениях с церковью. И второй пункт, да, что нужно советоваться. И, наконец, последний пункт, он последний, но не менее значимый, я бы, наверное, даже поставил его на первое место. Описан в книге «Псалтырь», в 110-м псалме, 110-й псалом. Десятый стих. Десятый стих. «Начало мудрости, страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хотел бы обратить внимание вот как раз на вторую часть этого стиха, что разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Понимаете, это местописание показывает нам, что мы не можем претендовать на мудрость от Бога, если у нас сердце нечистое. Если наше хождение пред Богом, оно неискреннее, мы не можем претендовать на мудрость от Бога. Потому что здесь написано, что разум верный у тех, кто исполняет заповеди Его. То есть для того, чтобы иметь мудрость, нужно быть послушным нашему Господу. Знаете, простой пример, он может быть не такой яркий, но для меня он запомнился. Я помню, мы на катере когда ходили, и была ситуация, что нас отправили по поселку приглашать людей на спектакль, который мы там проводили, спектакль, программу с богослужением. И вот мы пошли по поселку, и я помню тот момент, что в то утро я не был настроен. То есть у меня был какой-то, знаете, такой легкомысленный настрой, как бы хи-хи-ха-ха. И я помню, ну, помолился, соответственно, так как-то, не пойми как. И вот я вышел, мы подошли к одному дому, и там стоит мужчина. И мы его приглашаем, приглашаем, а он, видно, что он закрыт. И я понимаю, что нужно ему что-то сказать, а у меня внутри ничего нет, потому что и настрой не тот совершенно. И я начинаю своими силами что-то пытаться ему сказать, доказать, а он закрывается еще больше, больше, больше. Мы тогда просто с ним попрощались, отошли. И вот я помню, что, я не знаю, как это получилось, что после нас, после того, как мы шли там с одним братом, за нами следом еще один брат шел, ну, видимо, добирал, да, вот, и он тоже подошел к этому человеку. Я вижу, что у них завязалась беседа. У них завязалась беседа, потом этот брат свидетельствовал, что человек открылся, рассказал о том, что он, в общем-то, и сам молится. Понимаете? Но почему так? Я помню прекрасно, как этот человек относился к молитве, как он серьезно относился к Евангелию, да, как он серьезно относился к, вообще, к отношениям с Господом. И на тот момент он не был легкомысленным, он был очень серьезно настроен. Помоги Господь нам, чтобы мы всегда, знаете, к нашей жизни, к христианству относились серьезно и всегда в чистоте, в чистоте ходили пред нашим Господом. Итак, я еще раз перечислю, да, те три пункта, которые я только что называл. Откуда же взять мудрость? Первый пункт – это учиться у Христа через Его Слово, через молитву. Второй пункт – это советоваться с другими. И третий пункт – это, конечно же, ходить в чистоте пред Господом. Давайте помолимся, чтобы Бог нас благословил, чтобы нам не быть мудрецами в наших глазах, да, но чтобы нам иметь мудрость, которая действительно от Господа. Помолимся. И во всякой борьбе на распутье дорог Бог усмотрит все нужды твои, Ждем Тебя Бог, да направит на стези свои. Боже, да будет воля Твоя в сердце мое, в сердце Твое. Боля, да будет Твоя, воля, да будет Твоя. Там, где близкие люди Тебя предадут, Как предали однажды Христа. Ты увидишь, как руки Его проведут, И не бромься Тебя никогда. Только б нам не ступить за запретный ворон, Только б нам от Его не уйти. Да, хранит Тебя Бог, да ведет Тебя Бог, Да направит на стези свои. Господи, дорога нелегка, Господи, все силы у Тебя молим мы, Укрепи нам и устоять на пути. Господи, дорога нелегка, Господи, все силы у Тебя молим мы, Укрепи нам и устоять на пути. Молим мы, укрепи нам и устоять на пути. Голова, 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 Сквозь слезы смотрю на Тебя, Расплял Иисус мой Господь, И снял мою боль, И сгнал сердце страх, Ох, как ты, Расплял Иисус мой Господь, Ох, как ты! Господи, И сгналяйте страх Ох, как мы люди, И сняли к тебе, Ох, как мы люди, Ох, как бы смеялся, Путь минула с этой праздник от много лет. Я вижу тебя на песне, Из бедных термопом немцем. Плодите на руки и ноги свои, Меня чтоб спасти от миды. Кто не кой, не кой, не кой, Не кой, не кой, не кой. Кто не кой, не кой. Кто не кой. Кто не кой, не кой. Не кой, не кой. Кто не кой. Путь минула с этой праздник от много лет. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! С любовью чистой и глубокой Как крест тяжелый ты несла Такой здоровой, полной силы Себя ты в жертву отдаешь И с нежным чувством до могилы Законы матери несёшь Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Не угадаешь, какой любви достойна Мать! Слава Богу! 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 Тунгусский метеорит, один раз бабахнул, и вот эта волна, сколько там раз она облетела вокруг Земли, взрывная. И думаешь уже, ну проповеданно, наверное, уже не один раз каждый человек слышал. А где они? А где они? Друзья, это сложно. Если Бог не даст, то это вообще невозможно человеком покаяться. Покаяние дает Бог. И вот смотрите, и теперь оказывается, чье сердце открылось для этого слова, это значит, что делает Бог? Он дает тебе и мне покаяние, поменять образ мыслей и жизни. Друзья, с одной стороны, ну сказали, да, это легко. Ну как бы сказать, а что, принял веру, услышал слово, откликнулся там, ну это уже все Бог производит. Друзья, а следующий этап, я хотел бы вот эту сейчас опять тему, чтобы мы ее вспомнили. Пожалей себя. И вот теперь надо, чтобы эта вера, она прошла что? Испытание. А испытание в каких условиях проводится? Ну, знаете, я киповцем работал, электрический инструмент, он там в несколько раз, ну там перчатки электрические, да, там еще какие-то вещи, вот, он проходит нагрузку в несколько раз выше, чем ту, которую человек будет испытывать при пользовании этим инструментом. В несколько раз, для чего? Надежно. Надежно. Уж если он там десятикратную выдержан, то в однократной он действительно сработает, да? И эти испытания проводятся периодически. Все механизмы какие-то там, да, подъемные, там я тоже на стройке работал, тоже проводятся испытания. И испытания неоднократную нагрузку в несколько раз выше. И вот что теперь делает Бог? Он послал свое слово, мы по милости его, его приняли, и что он дальше делает? Он ведет нас не на прогулочку, а он ведет нас в испытание. И теперь смотрите, вопрос в чем? Я принял слово от Господа, и оно хранится во мне. И это слово, оно мне говорит, следуй за Господом и выполняй Его волю, не свою, Его. И вот я иду с этим словом, иду, мне встречается испытание. И у меня теперь выбор в испытании. Либо я отказываюсь от этого слова, и, как говорил брат Владимир, по образу мира сего, по-человечески поступаю. Либо на меня будет действовать такая нагрузка, которую люди выдержать не могут. И вы, наверное, встречали таких людей, у которых какая-то скорбь пришла, теснота, и они опустили руки, упали духом, и их понесло. На дне на каком-то, да, или их понесло и уносит там, ну, все глубже и глубже. И поэтому, а мы с вами, а нам дано в Иисусе Христе это все преодолеть силой Божией. Слава Господу! И поэтому все верующие, они теперь находятся в каком конфликте? С грехом, с образом этого мира и с сатаной. И вот Слово Божие говорит, посему, евреям, 12 глава, посему, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнемся всякое время, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащего ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную отца. Слава Господу! Друзья, претерпеть надо. Вот эти все обстоятельства, которые будут на нашем пути, их надо будет претерпеть. И Бог даст нам победу. Слава нашему Господу, да? И если мы оказываем верность, принять Слово – это вера, а сохранить его в испытаниях – это верность. И вот верующий человек, ему надо не просто услышать Слово от Бога, а сохранить его в испытаниях, и чтобы в конце явилась Слава Божия, и Бог прославился, как он этого достоин. И тогда действительно человек получает неувидаемый венец славы. И в другом месте написано – блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит неувидающий венец славы. Слава нашему Господу! Друзья, поэтому, а кто пожалеет себя в этих испытаниях, вернется на этот путь, да? То есть, перепокается, то есть, вернется к допокаянному состоянию, к греховному образу мыслей, то, естественно, к тому не благоволит душа моя, да? Мы же не исколеблющихся, да? Да поможет нам Господь. И поэтому, если в нашем зале есть те люди, которые понимают, что у них внутри конфликт с Богом, и надо примириться, и, да, и звучит сегодня Слово Божие, сегодня звучит эта благая весть, о которой возвещали, да? И в этой вести заключена сила Божия, да, это вот Слово о кресте, это Слово о том, что Бог возлюбил человека, Он не вменяет ему преступлений, Он призывает его на свою сторону, чтобы человек получил прощение грехов, вечную жизнь. Если есть желающие примириться с Господом, вы можете поднять руку, и мы помолимся за вас. Есть желающие? Одна маленькая девочка только, да? Желаешь, да? Чтобы за тебя помолились. Слышишь, ну хочет ребенок, а? Давай, Саша, выходи. Выводи. Кто еще хочет? Это могут быть взрослые, это могут быть дети, друзья. Но благословение Божие, оно обогащает, да? Вот ребенок пожелал, чтобы за него церковь помолилась, да? Как тебя зовут? Эмма, да? Хорошо, помолимся за Эмму, да? Помолимся.